Вонич. Кстати, друзья, я хотела сказать, что сегодня понедельник, и сегодня выходной день в честь дня... Блин, помада там стерлась. Потому что я только что пила сок, потом я вытирала губы. Ну ладно. Значит, я хотела сказать, что сегодня выходной, перенесенный день, да, перенесенный выходной в честь дня Святого Патрика. Очень жаль, что в нашей стране день Святого Патрика не отмечается, потому что нам с мирочем очень нравится день Святого Патрика, и мы его отмечаем. Поэтому очень жаль, что у нас сегодня не выходной. Очень жаль, что хороших праздников так мало. Но мы их отмечаем все равно, у меня есть календарь, потому что, опять же, ребенок учат английский язык и китайский язык, поэтому старается все-таки изучать культуру стран этих, поэтому он старается изучать культуру этих стран, он старается изучать языки, Дамир учит эти языки, соответственно, он также изучает и культуру этих стран, где говорят на этих языках, соответственно, английский, его больше всего интересует Великобритания, на втором месте Америка, на третьем месте Канада, потом Австралия и понеслась. Вот. Ну, а говоря о Китае, ну, Китай его интересует. Вот. Ему, конечно, очень так же интересно и Корея. Вот. Особенно сейчас, вперед айдолов. Вот. И ему так же интересно Япония. Их культура и прочее, прочее, прочее. Ну, одно скажу. Значит, по поводу Кореи. Дамиру очень нравится группа Blackpink. Вот. Мне нравится группа BTS. Вот. Но... То есть я могу и Blackpink послушать, и Дамир может BTS послушать. Вот. Дальше. Дальше что хотела сказать. Значит, Дамир сейчас смотрит свою первую Дораму. Вот. Да. Потом мы с ним собираемся значит... Ну, естественно, кто как не я ему порекомендует, что посмотреть. Вот. Поэтому я потом составлю вам списочек и расскажу, что же смотрели. Обязательно будет видео о просмотренных фильмах, прочитанных книгах, в том числе Дорамы и прочее. Также мы хотим ворваться в мир аниме. Я аниме смотрела, а Дамир нет. Ну, как? По телевизору то, что показывали анимешно, он видел. Но осознанно сядь и сесть и начать смотреть с пониманием сюжета, что там происходит. Прямо следить за героями и так далее. Нет. Просто фоном периодически где-то что-то по телевизору показывали. Это смотрел, конечно. Ну и, конечно же, как же быть без манги? Мангу тоже будем читать. Обязательно я знаю несколько неплохих авторов, неплохих манг. Вот. Поэтому мы будем читать. Обязательно будем этот вопрос изучать. И еще я хотела сказать, я еще обожаю очень сильно автора Харуки Мураками. У него есть очень крутая книга. Она называется То ли тысяча невесть сот какой-то там год, то ли. Я не помню. Она очень странная. Но я об этом вам расскажу поподробнее, когда буду вам рассказывать про... Короче, вообще читать Харуки Мураками это очень-очень крутой писатель. Я читала его книгу, когда была беременна. Одну из его книг. И это было круто. Это было круто не потому, что я беременна ее читать. Это было круто. Потому что книга сама по себе очень странная, очень загадочная. Но когда ты понимаешь, уже подходишь к какому-то... Обычно я... Моя знакомство с книгами всегда начинается с того, что мне дико скучно. Мне неинтересно начало совершенно, и мне тяжело читать конец, потому что я понимаю, что книга была замечательной. Я вот-вот расстанусь с этими персонажами, и мне будет безумно тяжело без них. Я буду потом очень долго искать какую-то новую книгу. Во-первых, мне нужно будет немного времени, чтобы отойти. Вот потрясение, скажем так, это всегда у меня происходит после каких-то длительных сериалов или длительной книги. Мне нужно немножко отойти, и потом мне очень тяжело подобрать что-то стоящее после того, как ты уже что-то стоящее прочитал. И, в общем, книги всегда... Я где-то, ну, наверное, страниц 20. Мне нужно... Иногда любовь к книге происходит с первой буквы. Но часто бывают такие книги, которые нужно прочитать 20, страниц, может, даже 50 порой, прежде чем я смогу влюбиться. Вот. Вот как человек, знаете, не сразу открывается, но потом ты просто влюблен в эту книгу, нужно только дать ей шанс. А многие на этом моменте перестают читать. Многие забрасывают и типа, ой, не зашло, неинтересная книга. А вы не дали даже шанса. Вот так и с людьми у вас в жизни. Вы не даете шанса и людям. У меня, блин, была такая подруга, которая вот так забрасывала книги. Не сказать, что она прям особо читающая была, но даже то, что попадало ей в руки, она легко вот так отказывалась. И в жизни она точно так же легко отказывалась от своих друзей. Подруг не дала мне даже шанса объяснить, что произошло. Я совершенно перед ней не была виновата. Ну, вот такой человек. Вот. Точно так же легко она расставалась со своими отношениями, со своими парнями, даже если встречалась там 4 года и более. Вот так вот все раз и здравствуйте. Так же легко она разошлась со своим мужем. Возможно, это и неплохо, когда человек вот так легко со всем расстается. Но с другой стороны, не бежит ли этот человек от себя, от своих чувств? Не бежит ли он от чувства привязанности? Нет ли у него вот этого самого расстройства? Забыла, как называется оно. ПРЛ, по-моему. Когда, или, знаете, может быть, она избегающая тепличности. Тоже такой вот момент. Тоже такой вот момент. Такое тоже возможно. Все, теперь я точно побежала. Будь то хоть что, неважно. Будь то лагерь, что угодно, я себе даже не представляла, что я могла бы куда-то уехать. Нет, нет. Поэтому, Дамир, я ему расскажу об этой смс-ке, о том, что пришло. Мы еще раз с ним обсудим эту тему. Но, честно говоря, мы обсуждали с ним огромное количество раз подобный вопрос. И всегда сходились на том моменте, что нет смысла в таком возрасте куда-то ехать. Есть смысл подождать где-то до... Здравствуйте. Вы такой сладкий. Боже, да вы глазками со мной. Ты заигрываешь. Да ты мой зайчик. Моя песинка сладкая. Кисюленька. Солнышко кошачье. Солнышко кошачье. Ой, животик мне даешь гладить, да? Каждый день мы вычесываемся. Каждый день гладимся. Да ты мой прелестничек. Животик сладенький. Мой зайчик. Мой зайчик. Моя зайчик. Мой хороший. Вот так вот. Шеечку. Шеечку сладкую почешем. Ой. Ой, это мой зайчик. Зайчик. Мой, мой, мой. Моя зайчик. Моя прелестность. Убожаю котика. Короче, все вам рассказала. Я, конечно же, не буду ребенка оставлять в безызвестности, как некоторые родители, которых я знаю. И я не пытаюсь сейчас самоутвердиться за их счет, но нет. Тем не менее, это информация для ребенка, о будущем ребенка, о нем. Поэтому я, когда он будет дома, расскажу ему эту информацию. И мы еще раз с ним обсудим этот вопрос. Но разговор был о том, что мы хотели бы в 14 лет этот момент, а не в 10. Все, друзья мои, я погнала, у меня много работы. Работайте, работайте! Кота Фейка понял, что я за ним безумно соскочилась и пришел ко мне. Ну, как и такое чудо, можно куда-то бросить оставить и оптать. Только что просто пришло сообщение, предлагают поехать в летний лагерь за границу. Там у них разные вариации. Я запомнила только Сингапур, Малайзию, Великобританию. Там еще что-то есть, я точно уже не помню. Вот, предлагают там сдать какой-то экзамен, там всякие развлекательные мероприятия, туристические, там, спортивные и так далее. Не знаю, сколько это будет стоить, не знаю, насколько будет этот лагерь и так далее, и тому подобное. Ну, честно говоря, в наши планы входило нечто подобное, но не в 10 лет до Мировых, а лет в 14. Поэтому в этом году он поедет туда очень вряд ли. А когда ему будет лет 14, мы с ним договаривались о подобной истории, что да, можно поехать куда-нибудь учиться, да. Можно будет съездить за границу, в ту же Великобританию. Ну, не то чтобы в лагерь, но поучиться, да, было бы замечательно, конечно, да. Вот этот момент мы с Дамиром обсуждали, и он очень бы хотел, но не в 10 лет. Вот так вот. Представляю, ну, я все прекрасно понимаю, это прекрасная возможность, это замечательно, это все шикарно, вот. Дело даже не в деньгах, а в том, что, а смысл в 10 лет туда ехать? Да, ты сдашь этот экзамен и все такое, но что ты будешь с ним делать? Хорошо, все экзамены имеют срок годности. Окей, допустим, кембриджский экзамен имеет срок годности 2 года. Спустя 2 года твои знания могут поменяться, стать либо лучше, либо хуже, потому что ты либо не удивлял внимания языку, либо нарастил намного больше свой скилл, нежели чем до этого. Соответственно, знания могут поменяться, и этот экзамен уже недействительный. Поэтому, что Дамир, что он будет делать со своим экзаменом, он за этим успеет, он еще успеет. Тем более, что в 10 лет это еще отпустить ребенка одного за границу, ну, для меня это анриал, вот. Все-таки он еще не настолько обкрепший, не настолько психологически, морально, не настолько социализирован, не настолько самостоятелен и так далее в 10 лет, вот. Я, например, о каких-либо поездках начинала думать до, наверное, с 14 тоже лет, до 12, в 12, да даже и в 13 для меня это был дикий, дикий-дикий ужас ужасный, вот. То есть я себе даже не представляла, что я могу куда-то из отчего дома уехать, вот, одна. Привет, мое солнышко, грелся на солнышке. Мое солнышко, ты писать, Буничка? Когда по 10 хочешь? Ой, зайчик. Поэтому видели, как ему хорошо, тепло, уютно и замечательно. Я не думаю, что... Что такое? Сейчас, подождите. Абсолютно все сменить и все бросить абсолютно спокойно, наверное, могу. Вот. Опять же, в зависимости от того, а что меня ждет там, да, тоже, ну, нужно думать. Одно дело, когда я одна, другое дело, когда я несу ответственность за ребенка и за котика. Для меня кот это тоже очень важно и очень ответственно. Я не тот хозяин, который... Который думает, куда ему сдать кота, если он переезжает. Ну, типа, естественно, я если куда-то надумаю, я возьму с собой кота. Если я надумаю в отпуск, если он думает переезжать. Я думаю, кстати, он очень счастлив. Я вспомнила один такой стремный момент, то, что когда у меня случилась история с волосами, было несколько человек, которые мне сказали такую вещь, что, а я, типа, ну вот, знал, знала, нужно подчеркнуть, так сказать. Не хочу даже полом называть. Вот. Что вот так случится, что ты не сможешь их расчесать. Мне было очень обидно, то, что этот человек мог мне помочь, еще когда я только заболела, и мог бы мне помочь все это вычесать и, допустим, заплести косички. Ну, этот человек этого не сделал. Мне было очень обидно, то, что... И потом такая фраза. Знаете, когда я работала парикмахером, и в больнице людям, которые по нескольку месяцев лежали, и были у них жесткие колтуны, я вычесывала их волосы. Да, в густоте они малеха потеряли. Ну, потому что там где-то надо было филирнуть, где-то прям вот во время прочесывания волосы, конечно же, рвались. Но человек не потерял даже половину густоты, естественно. И девушки, женщины, бабушки, которым важны были волосы, я им их сохранила. Я помню, как меня отправили, я не знала вообще, что это делается принудительно. В общем, меня отправили к бабуське одной и сказали ей отрезать вообще волосы и просто вот сбрить. Я говорю, у нее будет какая-то операция? А мне говорят, нет. Просто типа у нее нет родственников, и некому ей мыть волосы, расчесывать их. Вот. Я была в диком шоке. Бабушка рыдала и просила меня этого не делать. Ну, как я могу обрезать волосы человеку, который этого не хочет? Ладно. В этот момент, допустим, я договорилась с одной из санитарок, что она будет мыть голову хотя бы раз в неделю этой бабушке. Я буду приходить этот вопрос контролировать. Я до ее выписки ходила в отделение каждую неделю и спрашивала, помыли ли бабушке голову. Я же ей вычесала все волосы, все колтуны. И я каждый день приходила, кроме выходных, ей расчесывать волосы с утра. Волосы сохранились. Бабушка выписалась. И на костылях у нее был перелом тазобедренных костей. И на костылях я ходила за лекарствами. Мне не хотели ходить за лекарствами почему-то санитарки. И просили по 200 рублей, короче, за каждый поход. Там, за булочкой, за лекарствами, еще за чем-то. Я понимаю, если бы они действительно были так перегружены работой. Но я бы не сказала, что санитарки в том отделении были нагружены. Я их постоянно видела гоняющих чей. Просто они решили так дополнительно подзаработать. Но я еще понимаю, когда там вояки, у которых дофига денег. Но когда это баба, ну реально дофига. Потому что я сама когда работала, что в магазине, что в институте. Мне постоянно военные улыбались, приносили конфеты, фрукты, бананы. Я не знаю, конфеты прям дорогущие. Постоянно приносили мне бумагу для печати бесплатно. Естественно, конфетами, фруктами я делилась с девчонками на работе. Потому что, ну это некрасиво, если я их заберу, эти конфеты увезу домой. Или буду в одно рыло их жрать. Конечно же я делилась с девчонками на работе. Потому что я не хочу на себя косых взглядов. Я не хочу накалять коллектив. Домой я и так куплю себе конфеты. Так будут к чаю конфетки. В общем, дальше что? Такой момент. Момент такой истины. Ну у бабушки, у которой нет вообще родственников. Которой некому даже пойти, поехать там покормить ее кошек. Она когда уезжала, ей там насыпали прям в тазы воду, корм. Она очень переживала за своих кошек. Как они там все это время? Я знаю, что с кошками все в порядке. Бабушка уехала счастливо. Со своими волосами на голове, а не лысая. Вот. На костылях домой. И все у нее нормально. Я знаю об этом. Я знаю, короче. Просто мы с ней виделись потом после этого. Я знаю, что у нее все нормально. Вот. И как бы требовать человека с такого деньги за каждый пук. Один раз за лекарствами в день сходи. 200 рублей, да, заплати. Булочку купи 200 рублей, заплати. Потому что на столовке там, ну ужас, что готовили. Я бы лично такое есть не смогла. И бабушка это плачет и говорит, пожалуйста, не обрезай мне волосы. Я вообще в шоке. Потом тоже смотрю видео одного человека, достаточно известного. И он говорит, меня заставили, я бы сам, говорит, никогда не подстрих волосы. Он длинноволосый. Это знаменитость. И он говорит, я бы никогда не подстрих свои волосы сам. Ну, то есть, видимо, ему в больнице их обрезали. Ну, такое. Вот. И, в общем, я помню, как вот это тут. А себе, в общем, обидно, что я стольким людям помогла. А себе их прочесать никак не могла, не смогла и так далее. Вот. Следующий момент, о котором я хотела сказать, что меня тоже огорчило, это когда... В общем, тоже вот эти вот всякие вещи. Типа, ой, тебе с короткими даже лучше. А то была ерунда какая-то, типа сосули жидкие, висели грязные. Ну, блин. У меня не грязные волосы были. Что за бред? Я каждый день мою голову. У меня никакие не сосули, никакие они не жидкие. Обычные нормальные волосы. Блин. Слава богу, они уже вот такие. Были вот такими. Ну, то есть, вот эта часть, вот эта часть. Это то, что отросло за чуть больше года. За год и один месяц. За год и один месяц. За год и полтора месяца где-то так. У меня волосы, не сказать, что прям быстро растут. Ну, не быстро, они у меня растут. Но я думаю, что вот в прошлый раз у меня... Если они вырастут так же, Если они вырастут так же, настолько же, еще за год, то получается, что у меня где-то за 2 года волосы отрастут настолько, насколько они до этого отрастали за 7 лет. Нет, конечно, есть такой момент, что у многих волосы дорастают быстро, допустим, до плеч, а потом, например, начинают расти медленно очень. Или, например, в таком моменте, что там часто красят волосы, там фен, плойки, укладки, там утюжки, палят волосы, волосы осыпаются, особенно концы посеченные, да, и кажется, что волосы, ну, как будто совсем не растут. У меня нет такой проблемы. Я не пользуюсь плойками, фенами. Фен, если я использую, это буквально несколько минуточек, и это бывает крайне редко. Волосы я крашу тоже крайне редко. В основном это полностью, я крашу их вообще, наверное, раз в год. Краской 2-3 раза в год корни, все остальное время это какие-то спреи для корней, туши для корней, и все. То есть я даже их не крашу краской особо. Я стараюсь их беречь очень сильно, свои три пардыны. Я хочу снова ту длину волос, которая у меня была, я хочу назад, свои красивенные волосики. Я не хочу ходить с короткими стрижками, мне не нравится. У меня были длинные волосы по талию, или по попу даже, или где-то между. В детстве густые, вьющиеся и красивые. И у нас все девочки во дворе стригли каре себе, или каре на ножки, и мне хотелось каре, потому что волосы у меня тонкие. Они густые, но они тонкие, они пористые, и они очень сильно путаются, особенно у затылка. Поэтому этот затылок у меня был когда-то сбрит. Сейчас нет, давно уже нет, и давно уже он вырос, и одной длины с моими волосами. Когда-то я этот затылок заплетала в косы, что только не делала. Просто спреи мне не помогают, ни спреи, ни масла, ничего. Ну как, помогают, но не все. Вроде что-то помогает, ну более-менее, не идеально, но все-таки. И тут оно резко исчезает из продажи. Начинаешь опять подбирать долго, и мучительно. Что-то, как зайца стоп-сигнал, что-то подходит. Вот, в общем, с уходом надо решать этот вопрос. Все-таки уход нужен для волос хороший, для моих тонких. Потому что, в общем, запутываться, я там и плакала, и, в общем, это была жесть. Я пыталась, конечно, что-то... Я пыталась текать от папы с бабушкой, когда мама уезжала по работе на несколько дней. Ну там, у нее были периоды, когда она уезжала, допустим, на пару дней по работе, в неделю, на три дня бывала. Бывала два раза по одному дню целому. То есть, с утра, господи, ночью уехала, и там, ночью приехала. Вот. То есть, вот так вот она... Ну, то есть, пока доедешь до того города, чтобы днем там решать свои вопросы, естественно, она выезжала ночью. Потом она ночью, это самое. Бывало, то есть, в другой город, там они выезжали днем. То есть, там она ездила по работе. Она ездила по работе в два города. В один, то в другой. И, соответственно, между ними расстояние в два раза больше. Вот. Один город дальше от другого... Дальше, чем другой, в два раза. Вот. Это самое. Ну, то есть, вот так вот она ездила, да. И, когда она уезжала, когда она уезжала, получалось так, что мои волосы должны были заплетать либо мой папа. У меня мигом появился красивый обруч, распущены волосы, и я такая загадочная пошла гулять. Я даже в садик, по-моему, в тот день не пошла. Папа не совладал с моими волосами. И говорит, что тебе купить? Я говорю, я хочу пенал красивый с Микки Маусом. А он мне пошел, купил пенал красивый с Микки Маусом. Я осталась дома, мне нажарил колбаски вкусные. Вот. Я ишенку делал мне мою любимую мивилку, только мивилку мне не запаривали в детстве. Мне варили в железных таких судочках на газу, на печечке. Вот. И я ее ела без воды, просто вермишель с ячупом. И бывало еще и с колбасой, и с сосисочками. Вот. Мне так нравилось. Вот. Вот я еще вспомнила, когда Шелдон в теории большого взрыва, там, где он маленький, именно, когда до его бабушки залыцявся один там поклонник, вот. И значит, он сказал, я буду не против, если вы с моей бабушкой обоженитесь. И говорит, я бы хотел, чтобы вы лучше узнали мою бабушку. Говорит. Тот согласился. Он говорит, самое большое, то, что она вот любит своей жизни, говорит, больше всего на свете, это говорит я. Поэтому, говорит, вы должны узнать обо мне. И, в общем, он там перечислял какие-то факты о себе. И сказал, что ему очень нравится то ли макарон, то ли спагетти с сосисочками. Именно с сосисочками. Я не знаю, это или перевод такой. Естественно, я смотрела только в дубляже. Ну, как естественно. Наверное, в данный момент это уже не совсем естественно. Но в тот момент я все смотрела с переводом. Сейчас я смотрю на английском языке, с русскими субтитрами или наоборот. И где-то... Блин, горло болит. Сейчас еще раз. Сейчас я смотрю где-то 70%. Я не помню, что я там сказала. Где-то 70% я смотрю на английском языке с русскими субтитрами или наоборот. Либо вообще без субтитров, чисто на английском языке. А фильмы, передачи Я стараюсь смотреть как можно больше Именно американских или английских Англоязычных, вот, блогеров Но больше всего стараюсь смотреть именно англоязычных Вот с британским акцентом, вот Потому что все-таки это именно тот акцент, который мне нужен А который я учу, вот Дальше что, дальше что Все остальное время Остальные 30% я смотрю на русском языке Тогда это было, естественно, не так, вот И вот я понятия не имею, сказал ли так Шелдон на самом деле или нет Я просто об этом вспомнила только сейчас, да, можно было бы проверить Это слаб, если это меня настолько сильно интересует Но я не могла проверить этот факт, потому что я об этом вспомнила только сейчас Вот, вот так вот И в общем, в садик я, естественно, в тот день не пошла И вообще, как бабушка, ей было легко заплести мне волосы Вот, она с этой задачей легко справлялась Но она, блин, уже ушла на работу в тот день Вот, тетя у меня тоже неплохо с этой задачей справлялась Мне очень хотелось колосок Вот, мне его никто не плел Я не помню, почему мама мне не плела колосок То ли, может, она не умеет, то ли, может, у меня волосы такие, что с них не сплетешь Потому что есть девчонки, у которых колоски выглядели очень красиво Ну, у меня тетя же такая, у нее там сестры или кто-то у нее Она говорит, ну, давай я и сплету Вот, она, по-моему, только вышла замуж за дядю У них, по-моему, еще не было детей Вот, она, короче, пришла к нам в гости И, значит, она мне сплела колосок Или, по-моему, да, она уже вышла замуж за дядю Но у них еще не было детей Такие они, совсем молодая семья еще были Вот И, короче, она мне сплела колосок И я поняла, почему мне мама его никогда не плела Потому что у меня начали высмыкиваться Все было красиво сначала А потом они начали высмытиваться у меня просто какими-то петухами, колтунами, это просто была жесть. В общем, у меня волосы тонкие, они густые, но они очень тонкие, и, в общем, их начинаешь как-то вот собирать кверху, и это все начинает покрываться какими-то петухами, вот. Это все прям в петухах собирается. Я не знаю, у других девчонок нет такой проблемы, я сама 350 раз плела различные косички, потому что я, блин, парикмахер, вот. Естественно, это не самая такая моя лучшая сторона, вот, но есть косички, которые я отлично плету. И не было такой проблемы, ни у кого я никогда не видела, чтобы волосы так брались колтунами. Теперь я понимаю, что хоть получалось у моей мамы бы даже, хоть не получалось бы их плести, она бы все равно на мне их не сплела. Я вот просто не помню, по какой причине она, по какой причине она мне никогда не плела колоски. Может, она плела, да я не помню, такое тоже возможно. Либо просто, что у меня голова покрывается, вся очень неряшная, выглядит вся петухами. Оно вот так вот, как вы смыки, плюс еще такой момент, с самого детства я не люблю никакие тугие плетения, потому что у меня от них ужасно болит голова. У меня когда-то были афрогасички по всем моим волосам, кроме челки. Челку мы оставили, и так случилось, что у меня была модная на то время высокая треугольная челка с петциками по бокам. Это было очень красиво, это было очень клево, но вот я захотела афрогасички. Мы решили с мамой плести их дома, потому что, во-первых, это дешевле, но во-вторых, я более чем уверена, маме сама хотелось попробовать. И мне хотелось тоже сидеть у себя дома, никуда не ехать, и смотреть сериалы, которые мне нравятся, слушать музыку, которая мне нравится. И в случае, если процесс пойдет, так это долго, не до конца в салоне, чтобы не было такого, что я еду с наполовину заплетенной башкой домой, а потом возвращаясь на половину заплетенной башкой обратно, в общем, чтобы не было этих нюансов, да, есть там истера сейчас, и в четыре руки плетут, но тогда такого не было, вот. Особенно, тем более в Донецке, тогда это вообще была новинка, вот. В общем, по всем разным фронтам и параметрам, сошлось так, что мы решили заплетать косички дома. Вот, мы не поехали с этого на море, мы должны были один день заплетаться, и на следующий день ехать на море. Ну, никуда мы не поехали, мы плелись все выходные, вот. И я в итоге пошла, не на море, а поехала, а. Мы очень поздно легли спать, я кое-как уснула на этих косах, вот. Вот, наутро мне нужно было в училище, привлекла я, конечно, фурор и внимание абсолютно всех. Постоянно препод мой, который был нашим классным руководителем, говорил, Настя, и там фамилию мы. Это что, говорит, у тебя парик? Я говорю, нет, это не парик, это мои волосы. Постоянно вот я в автобусе, например, Макеев к своим друганам. Вот, у меня там жила подруга, еще несколько приятельниц, и моя компания, с которыми я дружила, общалась. Просто ребята из компании, мои однокрупники и мои однокурсники. Вот, у нас там была своя компания, шая колейка, вот. Вот, я, в общем, к ним ехала в маршрутке и, значит, слышу сзади меня разговор. Две бабушки. Одна рассказывает о том, как это безумно красиво у меня, вот эти мои косички, а вторая говорит, да, она, конечно, красивая, но когда она расплетется, она жгут лысая. Я им сказала, повернулась и сказала, так, дамы, говорю, это очень неприлично, говорю, меня вот так громко обсуждать, я все слышу. Вот, еще и в дурном контексте. Ну, блин, честно, вот как бы возраста поднабрались, а мудрости нет к этому возрасту. Не поднабрались мудрости эти дамочки. Возраст пришел сам, без мудрости к ним, вот. Поэтому мне, конечно, было это не очень-то приятно, но... И вот такие вот разговоры шли везде и постоянно. Косички были очень тяжелые, их невозможно было заплести как-то вот низкий хвост какой-то, чтобы, то есть, были открыты, допустим, уши. И постоянно был вопрос, почему ты прячешь уши? Да потому что, если они упадут на мои уши, у меня будут вот так ушки вот так вот висеть, просто как у веслоухих котиков, вот. Поэтому, естественно, что я закрывала уши своими косичками. Я не могла делать ничего, никакие высокие прически, потому что это было больно. Я не могу сделать высокий хвост из своих на волос, особенно в мокром состоянии, если это как бздец был мыть голову. Вот, но, в общем, у меня болела голова. Сказать, что у меня была прям сильная аллергия на каникулу, нет, сильно не... Чесалась, но не сказать, что прям сильная была аллергия, нет. Но вот то, что они постоянно, они тяжелее. Они тянут волосы постоянно, у меня из-за этого очень болела голова. Поэтому с тех пор я никогда не заплетаю... Да, я могу заплести себя вот тут вот спереди, я заплела две красные косички и понадевала сюда всяких разных украшалок, да. То есть, понятно, что концы можно было вообще запаять кипятком, и было бы прикольно, да, доплести до конца, запаять кипятком. Но я этого тоже делать не хочу, потому что я не собираюсь их срезать. Я, во-первых, боюсь очень контакта. Каникулун это все-таки, по сути, пластик. И если, не дай бог, туда попадут в этом месте мои волосы, то уже срезать я буду со своими этот запаянный пластик. Не хочу. Плюс кипяток у меня, астигматизм, я в чашку не могу налить нормально воды, чаю, я не знаю, это всегда мимо получается история. Поэтому я очень сильно не хочу такого момента, чтобы наливать, чтобы вот какой-то контакт с кипятком моими волосами, моим лицом нет. Потому что астигматизм мне не даст второго шанса без ошибки сделать что-то снова. В общем, как-то так. Я сегодня вот в футболке с ромашечками в своем любимом брючном костюме, я не знаю. Говорят, что у американцев есть такая привычка, если им что-то очень сильно понравилось, покупать то же самое, но только в другом цвете. То есть одинаковые вещи, разных цветов, допустим. Я, честно говоря, искала очень похожий брючный костюм, двоечку. Брюки и жилетку, чтобы длинненькая была, но, к сожалению, не нашла. А эти вещички я почти год ношу. Регулярная носка, регулярная стирка. Вот, и здравствуйте. Поэтому не очень они уже выглядят. Я думала, 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 наверное, закажу либо точно такой, ну, похожее что-то, чтобы мне понравилось, я не нашла. Видимо, закажу просто точно такой же костюм опять. Ну, безумно он мне понравился, честно. Я не знаю. Он мне правда очень понравился, он очень клево. В общем, вот так вот, как-то так вот история моей прически. Я себе сегодня уже и Дамир, короче, идет со мной и говорит мне тупо мою же фразу, тупо мои же слова. Мама говорит, я понял, кого ты мне напоминаешь, ты, говорит, как ты сделала, как он не зашла. Она сразу говорит, я, говорит, сразу понял, ты мне напоминаешь Джека Воробья. Я думаю, бля, я говорю, я тоже себе его напоминаю. Говорю, где-то местами были мысли, что я себе напоминаю хиппи. Потому что пизд, друзья. За мир во всем мире, я пацифист. Вот. Да-то так. Хотя, вообще, конечно, время хиппи меня достаточно сильно пугает. Потому что, ну, у меня нет как бы, да, достоверной информации о хиппи, а во всех хиппи конкретно. Ну, я помню вот эту вот компанию, шайкулейку, по-моему, его Чарли звали. У которого был целый огромный дом с девушками, вот, которые все с ним спали. Кто-то рожал детей, кто-то не рожал. В общем, как-то так. Там еще какие-то парни были с ним. В общем, он создал свою, так называемую, семью. Вот. И, естественно, в основном это были люди психологические, с которыми, вот, там, не хотели общаться их родители по каким-то причинам. Вот, там, стыдились чем-то своих детей, там, из дома выгнали. Еще что-то какие-то неблагополучные ребята. Все эти ребята, значит, нашли, так сказать, это как секта была, так называемая. И потом, в общем, у Чарли поехал крышак, да, он все, песни там пытался свои продвигать, еще что-то. И, в общем, потом у Чарли поехал крышак, и он начал убивать людей. Вот, в основном он убил, он же убил, там, значит, был дом на холме голливудский такой. И, в общем, он, его шайка убила какую-то актрису, ее друзей, вот. И я не помню, муж к тому времени уже вернулся или нет, его убили или нет. Я вот не помню, кстати, в фильме в этом снимается Хиллари Дафф. Она играет вот ту самую знаменитость, которую убили голливудскую. Фильм очень интересный, хоть и тяжелый, рекомендую к просмотру, вот. Поколению 18+, вот. Дальше что? Хотя, наверное, и в 16+, можно будет посмотреть, в принципе, нет, в принципе. Что уж там, вот. Ну, в 14, я не знаю, насколько интересуют люди эту тему, и там как-то достаточно откровенный такой фильм. Вот. Дальше что? Вот это тот момент, то есть, мне кажется, что они там употребляли наркотики, травку, курили. Какой-то такой бомжеватый образ жизни с рюкзаком, постоянно где-то там что-то на улице, по улицам и так далее. Как-то я не представляю себя. То есть, то, что я видела, то, что я смотрела, какие-то фильмы, передачи, репортажи, истории какие-то, которые я слышала, видела. То есть, для меня они какие-то такие вот стильные бомжи, скажем так, вот. То есть, люди, которые без определенного какого-то местожительства такие, дети природы, вот. И поэтому мне вот странно, мне вот непонятно. Они вообще жили в обычных вот условиях, чтобы там работать, учиться, иметь жилье, то есть, или они там в каких-то трейлерах жили, то есть, ну, непонятно. Поэтому тут вот с Хибби такая история, вот. Не могу из-за столько вот одной прически себя к ней причислить. Тем более, что я, конечно, готова на разные авантюры, рюкзак у меня всегда собран, вот. Но все-таки, все-таки, сейчас я веду достаточно оседлый образ жизни. У меня кот, у меня ребенок, у меня обязательства. Вот. Но даже сейчас, наверное, я готова по щелчку пальцев вот так вот, словно по мгновению судьбы. Субтитры сделал DimaTorzok.